Добрый день дорогие подписчики! Впечатления и прочего отбираю из всего карта какое-то количество, 3-4-5 пар наиболее интересных в плане спортивной составляющей, в плане коэффициентов, из каких-то национальных вопросов может быть. В общем, делаю некий отбор и дальше вы уже голосуете сами. Попытался я, соответственно, здесь не только главный бой, соответственно, воткнуть и Тяжиков, и, соответственно, Барбоза, и Чикадзе воткнул, Уланбекова даже поставил, дабы кто-то, возможно, каких-то патриотических чувств смог притопить. Но, как и вполне себе ожидаемо, с таким достаточно большим отрывом победил мейн-эвент Марлон Марайес против Кори Санхагена. Вконтакте, собственно, из общего количества проголосовало за него 60,5%, соответственно, на Ютюбе 71%, и получается, что в Телеграме 55%, соответственно, проголосовало за него. На всякий случай я напоминаю, что основная вся информация, обсуждение на данный момент идет, соответственно, в Телеграме, и если вы, как бы, смотрите этот выпуск записи, у вас какие-то останутся вопросы, вы, конечно же, можете оставить их в комментариях на Ютюбе, перейти во Вконтакт и так далее, но самое большое живое обсуждение идет непосредственно в Телеге. И что сейчас удобно сделали, они добавили возможность комментирования постов, то есть я делаю анонс в группе, автопостинг идет в чат, ребята, отвечая на этот пост, задают какие-то вопросы, то есть я предложил именно задать вопросы, потому что было понятно, что будет мейн-эвент. И далее, вуаля, как бы все эти вопросы, они отображаются здесь в отдельной, соответственно, ленте, то есть как бы очень достаточно удобно, и в этом плане это очередной шаг к тому, чтобы хер забить, соответственно, на контакт вообще полностью, потому что даже сейчас уже обсуждение реализовано в Телеграме не просто как некая переписка в чате, а как, в общем-то, полноценный ответ на конкретные темы, то есть уже можно как-то кучковаться вокруг отдельной какой-то определенной темы. В общем, вот, такой у нас подход. Ну и, собственно, мейн-эвент это поединок весовой категории до 61 килограмма, безусловно, этот поединок можно назвать претендентским, потому что по факту, да, там, претендентом на титул, именно завакантный и был Марлон Морайз, по разным причинам, соответственно, их, ну, по разным причинам, там, из-за того, что турнир был отменен, там, с Петром Яном, там, и все остальное, то есть бой не состоялся, в итоге завакантный титул подрался Янс Алда, как бы, но всем, в принципе, понятно, что Марайз по-прежнему, как бы, по сути, остается легитимным претендентом на титул, хотя бы по одной простой причине, он, соответственно, был претендентом, вот, опять же, завакантный титул Сихуда бился, он проиграл, после этого он, как бы, победил, каким бы говном эта победа не пахла, но, тем не менее, и, собственно, как бы, ну, если ты проиграл чисто в чемпионском бою, то это далеко тебя не отбрасывает в рейтингах, а ты, собственно, это поражение уже успел закрыть. С другой стороны, Кури Санхаген, который достаточно хороший ход набрал в UFC, хороший винстрик набил, плюс после такого ряда ноунеймов и стрейков он вышел на Линекера, на Асун Сау, и пусть Линекера, соответственно, сейчас в UFC вообще нет, а Асун Сау совсем, как так сказать, свои позиции сдал, но на момент боя это, в принципе, были хорошие скальпы, то есть, которые тоже позволили его рассматривать, как некого такого претендента на титул, то есть, здесь можно это уже говорить, тоже, соответственно, вполне себе откровенно, то есть, ну, как бы, Асун Сау, да, уже после поражения Гарбранта, мужская списанная пассажир, но, тем не менее, большой винстрик и тоже, отчасти, президентский поединок против Алджемейна Стерлинга. В том бою они там шли, грубо говоря, по равным коэффициентам, движение было туда-сюда, и достаточно интересно было за этим наблюдать, куда же, собственно, да, там уйдет движение, куда же все-таки будет идти прогруз и все остальное, но я в том поединке выбрал Стерлинга, на это был прогноз, собственно, вы за этот бой проголосовали, я на этот бой дал, соответственно, прогноз, и Стерлинг в том бою победил достаточно легко. Ну, ожидаемая была, да, у нас на самом деле победа, вы можете найти разбор этого поединка на канале, вот, я, соответственно, там сейчас даже не буду вспоминать, какие аргументы тогда приводил, потому что здесь стилистически не схожий поединок, то есть, если там он дрался против Стерлинга, который хоть и подтянул ударку, да, за последние годы, но все-таки является больше борцом-грэпплером, да, то здесь, соответственно, будет противостояние Марлона Морайеса, который, прежде всего, ударник против Кори Санхагена, который не обладает какой-то феноменальной стойкой, но, тем не менее, умеет пользоваться своим ричем, в чем у него преимущество, умеет пользоваться своим ростом, вот, и обладает очень хорошими скиллами в партере, то есть, такой достаточно разносторонний, долговязый боец, который где-то в чем-то пытается, там, не знаю, там, и круза какого-то косплеить, да, и, ну, в общем, тоже такой рослый боец, который, в принципе, если бы не поражение Стерлинга был бы, если бы здесь победил в этом поединке, мог бы и сам себя бить в грудь пяткой, что он претендент на титул, и, что самое характерное, даже несмотря на это поражение, оно все равно, все равно, как бы, все равно стоит в этом поединке фаворитом. Я напоминаю, что открывался бой с Марлоном Марайесом за коэффициент 1.67, сейчас идет за 1.76, то есть, небольшой прогруз такой постепенный идет все-таки на Марлона Марайеса, причем одно время был, скажем так, подъем до 1.54, даже до 1.42, сейчас и вовсе 2.14, но я уже свое мнение по этому поводу много раз высказывал. Я не понимаю вот этого желания, там, да, ребят, бежать здесь и сейчас, забирать какие-то варианты, когда до поединка еще хрен знает сколько времени, то есть, понятное дело, есть желание ухватить что-то побыстрее, пожестче, помощнее, как бы, да, там, поинтересней, вот, но как, как вообще можно ставить, если сейчас, как бы, ты еще не знаешь, что там будет на процедуре официального взвешивания, кто как сделает вес, не сделает вес, как он будет выглядеть, и даже в нормальное время-то, как бы, да, до вешалки я никогда не рекомендовал какие-то решения принимать, то, соответственно, здесь, в период пандемии, с учетом того, что турнир будет проходить на бойцовском острове, то есть, вообще, другой климат, другие часовые пояса, это плюс карантин, это плюс, соответственно, климатизация, тут я бы точно торопиться не стал, то есть, то, что я сейчас в подкасте в этом изложу, это будет прогноз, исходя из того, что, условно, оба бойца будут, ну, в привычной для себя форме, то есть, что-то среднее, там, да, исходя из их последних выступлений, и я дам, соответственно, ставку, там, под 1%, если, то есть, после процедуры официального взвешивания, там, все в силе, все нормально, все подтвердилось, я эту ставку, в любом случае, там, оставлю, возможно, подтвержу, то есть, дополнительно догрузив туда, там, еще 1-2%, либо, например, наоборот, то есть, какое-то, там, уточнение дам, что нет, там, да, от этой ставки мы отказываемся, потому-то, потому-то я предложу какой-то вариант другой, дабы перекрыть этот, но вообще, на этот бой у меня план дать 2 ставки, 2 ставки бесплатные, одна касается будет победителя в этом поединке, а другая будет касаться тотала, но вот победителя я, ну, предполагаемого назову сейчас, а с тоталом буду как раз-таки определяться после процедуры официального взвешивания, потому что тоже ожидаю увидеть там нечто интересное, поэтому в подкасте будет победитель, но, но, на всех ресурсах, на ютюбе вкладки сообщества, в телеграмме, в инстаграме, вконтакте, перед турниром будет опубликован еще один прогноз, который можно будет именно учесть, как основной, то есть, будет 2 основных ставки, сразу озвучиваю это, чтобы вы понимали и стыдили, чтобы потом без удивлений было, ау, если ж подкасте дал только вот это, откуда вот это еще взялось, надеюсь, вы меня поняли, короче, я сейчас вспомню один анекдот, вспомнил один анекдот, и я его озвучу, он из того времени, когда я был еще совсем маленький, когда он был актуален, то есть, он был актуален тогда, когда некоторые зрители этого подкаста еще и не родились на этот цвет, увы, я уже такой достаточно старый человек, но звучал он следующим образом, уехали хозяева кота куда-то на отдых и оставили его дома одного, и дабы он от голода не сдох, там, за несколько дней, они ему насыпали целую гору гречки, и кот, в общем-то, когда хозяева уехали, в первый день не ходит мимо миски такой, подходит, нюхает, блядь, гречка, нахуй, второй день проходит, опять подходит, жрать-то хочется, смотрит, фу, блядь, гречка, ушел, так, третий день подходит, фу, блядь, гречка, ушел, и в четвертый день подходит, такой, оу, вау, гречка, ну, то бишь, как бы, жрать-то хочется, нахуй, и то, что тебя вчера еще не привлекало, со временем ты все равно понимаешь, что альтернативы-то никакой не будет, и надо из чего-то выбирать, и в случае кота выбор был очевиден, Ты даже эту ненавистную гречку, нахуй, ненужную съешь, вот, но, как бы, ты хотя бы что-то похаваешь, да И в данном случае, если выбирать в этой паре победителя, то, во-первых, тут много аргументов сыграет за Марлона Морайеса Первый аргумент в том, что, несмотря на, там, минусы Марлона Морайеса, несмотря на минусы Кори, пуль плюсы Кори Санхагена Шансы здесь есть в обе стороны, и шансы, на самом деле, такие условные 50 на 50 И в случае 50 на 50, я много раз повторял, и не я эту мысль родил, не я, скажем так, ее сочинил Но всегда, как бы, в шансах очень близких стоит склоняться, естественно, к коэффициенту выше двушки На данный момент выше двушки дают Марлона Морайеса, то есть он идет за 2,14 Возможно, там, соответственно, ближе к турниру, как бы, коэффициент на него обратно вырастет Может быть, еще ниже упадет, но вот сейчас, в принципе, процентушку-то можно загадя кинуть Кому по кайфу, кому хочется, кому надо, вот Я, соответственно, ставку сейчас сам эту делать не буду, но я прогноз говорю То есть вот, Марлона Морайес, 2,14, это то, что заслуживает внимания Вот, я точно не буду ставить на Кори Санхагена Ну, только если коэффициент не поднимется выше двушки, там я буду думать Но, на самом деле, я его, как вариант для ставки, в принципе, рассматривать не собираюсь По одной простой причине Ну, во-первых, у него достаточно слабая позиция У него достаточно слабая позиция, и об этом мы уже вскользь с вами, да, проговорили То есть, такие скальпы, как Арнет, Алькантара, там, Батиста Пусть Батиста-то и не лоха, немало что значит Джон Линникер с плитом в 2019 году, Рафа Ля Сунцао решение в 2019 году Это достаточно такие, тоже, ну, имена, но не супер-супер какие пиздец При этом, при всем, мне не нравятся бойцы, которые являются ярко выраженными финишерами То есть, как правило, заканчивают поединки быстро Они, ну, достаточно плохо, даже чисто могут рассчитывать свои силы на всю дистанцию в три раунда С одной стороны, Кодис Кори Санхаген вроде бы и не из того разряда бойцов Которые, да, типа, там, я в первом раунде, если не ушатал, то потом сдыхаю сам Но элементарно, я просто не могу показывать в поединках именно моменты, там, да Я могу лишь привести какую-то статистику и какие-то данные Ну, не могу показать по одной простой причине, ролик просто нахуй забанит Но если вы обратите внимание, то, например, его поединок против Рафа Ля Сунцао Двое из трех судей, соответственно, засчитали со счетом 30-27 Мнение медиаресурсов разделилось примерно 50 на 50 30-27, 29-28 При этом, один из трех судей, который отдал, соответственно, один из раундов Асунцао Это был именно третий раунд То есть, третий раунд был такой, условно, под вопросом Под вопросом, если мы посмотрим на скорые, там, грубо говоря, фанатов Пусть их было здесь немного То там, соответственно, тоже, если где-то есть вопрос То он касается именно третьего раунда Гораздо больше третьего и чуть меньше второго То есть, он показывает близкие раунды Первый, если на 100% точно он То чем дальше бой затягивается, тем больше, соответственно, вопросов по кури Санхагену Теперь, если мы возьмем поединок с Леникером То он и вовсе дошел до сплита При этом, как бы, да, здесь вопросы были и по первому раунду Но большая часть склонилась именно, да, в сторону Санхагена Вот, соответственно, были вопросы и ко второму раунду Но тоже больше склонилась в сторону Санхагена И большинство, большинство судей были, соответственно, здесь За то, что Леникер забрал третий раунд И вот тут, когда, соответственно, идет обсуждение Как бы, да, и сравнение Марлона Марая со Скорей Санхагеном Всегда вспоминается тот факт, что Марлон Марая в своих последних поединках Демонстрирует хуевое кардио То есть, Хенри Сихудов начал бодро, жестко, красиво, классно Но чем дальше бой затягивался, начиная там со второго раунда И уж тем более третьим Тем больше и больше он давал инициативу И вовсе в третьем раунде проиграл досрочно С ЖЗ Алда была похожая история То есть начал очень бодро, хорошо попадал в первых раундах И далее, соответственно, он чем больше бой затягивался Тем больше отдавал инициативу И в определенный момент вовсе, то есть, как бы, да, был, можно сказать, на грани того Чтобы проиграть этот бой решением Причем многие считают, что он действительно тот поединок не выиграл Да и, в общем-то, у него в целом тоже поединки против Асунцао доходили до сплита Вот, например, там, да Причем у него поединок с Дотсоном доходил до сплита Ну, то есть, такой мастер близких решений Но, но, как бы, если мы, например, обратим внимание на поединок с Алда То здесь, например, двое судей как раз-таки отдали его Марайасу И, в общем-то, единогласно все отдали второй раунд Алда Как бы, я к тому говорю, что он Хоть это и является его слабой стороной кардио Не факт, что хуже, чем Кори Санхаген Именно в ключевые моменты будет То есть, Кори Санхаген это тот боец, который вообще В своей карьере ни разу не дрался 5 раундов Если мне память не изменяет То есть, у него не было полноценных 5 раундов поединков В ЛФА это точно В РФА тоже То есть, и в UFC уж тем более И здесь будет мейн-ивент Мейн-ивент 5 по 5 И я, в принципе, почти всегда себя бью по рукам Дабы не поставить, например, в поединке 5 раундов на бойца Который никогда на этой дистанции не дрался А вот Марлон Марайас Пусть и не до UFC Но, тем не менее, с такой дистанцией сталкивался И там, как бы Не то, чтобы он полностью ее проходил У него, по-моему, сейчас я вспомню Вот с Ретинхаусом Да, с Джошем Ретинхаусом У него был поединок полный, 5 раундовый И у кого-то он ушатал в 5 раундовом бою Но пораньше Да, вот Шеймана Марайас Он в 3 раунде шатнул Да, и с Джошем Хиллом Он, соответственно, победил решением То есть, Марлон Марайас Все-таки тот боец Который, как бы, может Более или менее грамотно распределить свои силы Где-то ползнуть Чтобы потом перехватить инициативу А Кури Санхаген Который сам сбавляет темп поздним раундом Так это назовем, да Не факт, что сможет надавить тогда Когда на Марайаса можно будет надавить При этом, при всем Мне не нравится, если честно Стойка Кури Санхагена Бросается очень иногда промечиво в атаку Там с коленом вперед летит И, как бы, да, покуда, да Его особо сильно никто за это не наказывал в UFC Хотя, если мы вспомним даже поединок против Алькантары То для него тот бой Очень, скажем так, не очень удачно начался Причем, на самом деле, сейчас его даже можно Это поединок бесплатно посмотреть На официальном канале UFC На Ютубе То есть, они выложили как раз-таки этот файт Файт Исланд Фри файт, да Есть, есть вопросы к держаку Санхаген Есть вопросы к его тактике То есть, если ты, грубо говоря, сплитом побеждаешь чувака Который тебе, не знаю, по пояс Это я сейчас конкретно говорю про Линникера Которого я не считал никогда искусным ударником То у Марлона Морайеса, во-первых, будут ключи для победы Для ранней в первых раундах То есть, в первых-вторых раундах, в принципе, может Который Санхагена потушить А если бой затянется Я тут даже, наоборот, уверен в том, что Какие-то тактические преимущества будут, наоборот, на стороне Марлона Морайеса То есть, в плане того, что там, как бы, по кардио Там не факт, что вообще будет Который Санхаген выглядеть лучше на дистанции Чем Марлона Морайес Увы, я, как бы, повторяюсь, да, сорян Поэтому, да, да Соответственно, Марлона Морайес в последних поединках разочаровывает Своим выступлением, качеством своих выступлений и прочее Но против каких оппонентов? Вот в чем вопрос То есть, Который Санхаген, в принципе, там, да Не знаю, только с Рафэлем Усунсау дрался, там, решение, да И с Леникером, там, да, из более или менее достойных упоминаний А в этом плане, как бы, Марло Морайес все-таки уровнем-то повыше Мы это прекрасно понимаем Да, это сплитуха Санхаген, проигрыш в 17-м году Ну, говно воняет, если честно Вот Ну, а Генри Сихуда, я думаю, он бы Санхагена, ну, не почувствовал Ну, так, чисто, предполагаю Так что я здесь все-таки до Морайеса То есть, как бы, игра была равна, играли два говна Но в целом, в целом Что-то здесь мне говорит, что, как бы, Марло Морайеса Все-таки будет победа Короче, что видно по Санхагену Санхагена есть, по сути, ключи Типа, воспользоваться просадкой по кардио от Морайеса Гипотетически, типа, что он лучше в этом И, там, забрать бой, начиная, там, с конца второго, там, до раунда Или, может быть, начиная с третьего При этом далеко не факт, что у него кардио лучше И при этом далеко не факт, что он, нахуй, досрочно не отлетит В первых двух раундах То, что он сможет досрочно ушатать Марлона Морайеса Ну, именно в первой половине поединка Очень-очень сомневаюсь Так как он, сам, достаточно много ошибок допускает Чего не скажешь о Марлоне Морайесе И при этом я не верю, что, там, да, Санхаген налетит Сможет его как-то быстро перевести Там, пройти в ноги или что-то еще Тоже очень сильно я в этом сомневаюсь Поэтому, если на коре Санхагена и ставят То только в лайве, после того, как он переживет первые два раунда Тогда на него, возможно, и коэффициент поднимется Потому что Морайес, скорее всего, будет первые раунды забирать И чисто, вот, логически, гипотетически Приматчем, единственная, да, верная здесь ставка На данный момент, которую можно, там, да, забирать В тотал, потому что я не вижу пока смысла лезть Это ставка на Марлона Морайеса А коре Санхагена, если и забирать То только в лайве, там, раунда после первого-второго Причем, реально, в данном случае, возможно, получит Условно вилкануть Забрать Марлона Морайеса за двушку до матча И в определенный момент, соответственно, перекрыться Коре Санхагеном, который тоже будет выше двушки Уже по ходу матча То есть, эта стратегия, она со всех сторон Как бы выгоднее, лучше и логичнее Как и просто приматч Так и, соответственно, возможная вилка Приматч плюс лайф, вот Ну, и, соответственно, далее, еще раз подчеркиваю Исходя из той, в какой форме будут находиться бойцы И как они сделают взвешивание Я определюсь, соответственно, с тоталами То есть, это, возможно, будет ТМ 3.5 Это, возможно, будет ТБ 3.5 Возможно, там, дойдет до решения Или какие-то методы Но я обещаю, что помимо просто победы Марлона Морайеса На этот бой будет еще одна ставка Я постараюсь, чтобы там тоже был коэффициент выше двушки Но это уже не от меня зависит От движения линии Надеюсь, ставка зайдет Надеюсь, все будет хорошо Надеюсь, вам повезет Надеюсь, мне повезет Ну, а подкаст именно для клиентов С разбором всего карда Пакет прогнозов именно на этот турнир Платный, как обычно Будет готов после процедуры Официального взвешивания То есть, условно, если турик там Ночь субботы на воскресенье В пятницу вечером Проходит взвешивание А подкасты прогнозы Я подготавливаю и рассылаю В первую половину дня в субботу Вот как-то так Еще раз Есть вопросы? Остались какие-то? Какие-то моменты? Вы хотели бы сами что-то добавить? Не согласны вы с мнением? Согласны вы с мнением? Комментарии на YouTube Комментарии в Instagram Группа ВКонтакте Telegram Ссылки в описании Всем адекватным рад Welcome Будем, так сказать, обсуждать Всем удачи на этом До свидания Субтитры сделал DimaTorzok